Привет. Согласитесь, зачастую современное искусство очень непонятно, непросвещенным людям. Авторское кино не любят, потому что его не понимают. Но есть такие фильмы, которые я могу назвать лучшими. Для меня авторское кино — это независимое кино, то есть творчество в чистом виде. И, может быть, это снято не так профессионально, как мы привыкли видеть, к чему мы привыкли. Но суть остается та же, что человек доносит свои мысли. Я хочу сказать, что я не буду сейчас вам советовать, какие фильмы посмотреть по типу топ, а пять фильмов лучших — это неинтересно. Я расскажу вам о творчестве в чистом виде и о том, как люди доносят свою мысль. И те видеоролики... То есть фильмы — это тоже видеоролик, да? Краткометражки, это артхаусы. Они не радужные, не веселые. Они правдивые, потому что показывают все так, как есть. Первый артхаус, который заслуживает внимания — это человек, который спит. Я познакомилась с ним года два или три назад. Он меня до такой степени поразил, что я присматривала его раз за четыре точно. В этом фильме все гармонично. Цвета, звуки, голос переводчика, голос той женщины, которая озвучивает сам фильм. Там нет диалогов, там нет спецэффектов. Там есть только голос и видеоряд, черно-белый. Это задает свое настроение фильму. Потому что фильм рассказывает об одиночестве и тотальном отрешении от общества, в принципе. Сам фильм снят по книге Жоржа Перека. Я читала эту книгу, но скажу вам, что не советую. Это не тот случай, когда фильм хуже книги. Фильм лучше книги, потому что он яснее воспринимается. В книге очень много дипричастных оборотов. А вот мне, например, очень сложно их читать. И я думаю, что вам тоже. Знаете, я могу сказать, что это похоже на депрессию. И благодаря таким фильмам мы действительно знаем, что переживает человек в данный период времени. Что это не просто пустые слова, а конкретно душевная болезнь. Знаете, первый раз, когда я посмотрела «Человек, который спит», меня пропрало на эмоции. И это нужно еще постараться, чтобы достичь такого эффекта. Следующий фильм – это «Земляне». Наверняка многие из вас его знают, но я рассказываю о нем здесь, потому что я считаю, что его нужно посмотреть всем. Конечно, в рекомендательном характере, но это что-то из разряда «Узнать правду». Это документалка. Очень странно, что Google выдает ее как жанр ужасы. Хотя там нет ничего такого, что характерно для ужасов. Это просто видеозаписи с скотобойнь. В фильме «Земляне» он запрещен к показу, как я понимаю, на телевидении и кинотеатрах. Но в Ютубе его можно найти в свободном доступе. И такая забавная ситуация, что у меня была на канале нарезка с этого фильма. Спустя года два или три Ютуб ее удалил. По причине жестких материалов, да. Но на Ютубе в свободном доступе, опять же, есть этот фильм. Я не могу сказать, что это пропаганда веганства или викторианства. Просто этот фильм показывает то, из чего состоит ваша мясная порция. А потом уже вы делаете выводы. Скажу честно, лично меня до сердца не тронуло. Просто что-то, да, пошатнулось у меня в каком-то моем мировоззрении. Но так, что мне жалко этих животных. У меня такого чувства нет. Просто противен сам факт того, что я... Что у меня в тарелке лежат бывшие живые звери, животные, млекопитающие. Я знаю, что для некоторых этот фильм стал переломным. Может быть, он окажется таковым и для вас, кто знает. Вот представьте, всего лишь какая-то документалка, какие-то два часа. Но они играют главную роль в вашем восприятии мира. За такие фильмы, за такое творчество, оно действительно заслуживает уважения. Последнее, что я скажу, самое-самое грустное. Это то, что человек... Самое агрессивное животное на планете. Это факт. Но это уже отдельная тема. Ладно. Следующая уже короткометражка — это трамвай. Вы наверняка не знакомы с ней, но очень советую знакомиться. Этот фильм о том, в чем погрязли все мы. И очень мало кто может выбраться из этого. Каждодневная рутина, сбитый режим, те самые синтетические удовольствия. То есть мы играем в симуляторы, смотрим фильмы про путешествия, но не реализуем это, а просто смотрим со стороны. На самом деле это очень грустно. И посмотреть на это уже со стороны — это очень печально. Вы знаете, сделать работу так, чтобы вывести людей, ладно там одного человека, но группу людей на эмоции — это действительно дорогого стоит. И это достаточно сложно, потому что нужно знать определенные болевые точки. Сначала может показаться немного затянутым, но с девятой минуты эту короткометражку нужно смотреть без перемотки и до конца, потому что есть такие работы, которые нужно смотреть до победного конца, чтобы понять вообще всю суть фильма. И это одна из них. Все мы знаем, как ужасно бывает актерская игра, и это главная составляющая фильма. Но здесь я могу осмелиться сказать, что актерской игры нет. Потому что состояние главного героя настолько естественное, что не видно, не видно того, что человек играет. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этой картиной, потому что вам покажется это жизненным. Либо через несколько лет вам все равно покажется это жизненным. Так или иначе, рутина на приходит. У Леши также есть ряд короткометражек, и после трамвая, я думаю, вам захочется посмотреть и другие. Я оставлю вам ссылку на короткометражку в описании, и там же вы сможете найти его другие работы. Следующий очень тяжелый фильм. Да, это фильм, не арт-хаус и не короткометражка. Но я считаю, что его нужно хотя бы одним глазком глянуть. Ради того, чтобы посмотреть, что такое депрессия, и что она на самом деле представляет из себя. Как это хотя бы выглядит. Кроме того, фильм очень красивый. Меланхолия. Даже название очень красивое. Во время просмотра ты очень тонко чувствуешь то, что ощущает главная героиня. Какие эмоции она переживает. И переживает ли она эмоции вообще. Я не говорю о том, что этот фильм о конце света, о безысходности. Это фильм о безысходности прежде всего внутри себя. Отдельно хочу высказаться о музыкальном сопровождении. Потому что это, наверное, самая главная часть, которая составляет все настроение фильма. Как я сказала, фильм очень красивый. И не менее важно то, как покрашен сам фильм. Так же, как и лекарства от здоровья, есть какие-то такие цветовые оттенки, которые передают какую-то загадку. Может быть, вы не будете пересматривать этот фильм заново. Поскольку, честно сказать, это то, что нужно посмотреть только один раз. Чтобы запомнить то состояние человека, в котором он находится. В котором находятся очень многие люди, к сожалению, в России. Следующий и последний фильм — это «Волна». Я включила в список этот документальный фильм. Потому что рано или поздно я должна была сказать о том, что делает этот человек. И о его работах. Кратко я вам могу описать его только словами «Волна» — это творчество о творчестве. То есть фильм о творческих людях, о музыкантах. О тех людях, которые делают какие-то проекты. Их кусочки биографии. И сам видеоряд очень затягивает. Из этого фильма вы сможете найти авторов музыки в разных, абсолютно разных жанрах. Из преимущественно Екатеринбурга. И знаете, в эти моменты ты понимаешь, что люди делают музыку не для какой-то прибыли. Может быть, отчасти для прибыли, да. Но основная их цель — это трудиться, писать, сочинять и воплощать. Жаль, конечно, что о таких людях мало кто знает. Но было бы ли лучше, если бы о них много кто знал? Я думаю, нет. Исчезла бы та простота. Да вообще, в принципе, такое невозможно. Потому что попса зайдет очень многим. А какой-нибудь эмбиент понимут не все. Ну, на этом я заканчиваю свое видео, свой рассказ. Если вам что-то понравилось, если вы узнали для себя что-то новое, это очень здорово. Ну, а пока что, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok